Храм — это духовная лечебница, особенно если он расположен на территории исправительной колонии. Так считают сами осужденные. В этом уверены и священнослужители. По их мнению, храм дает силы, позволяя человеку духовно раскрыться. Колония — это не ссылка. Есть задача сотрудников в колонии священников, окормляющих места заключения, помочь осужденному, чтобы человек нормально вернулся в общество. В Липецкой исправительной колонии строгого режима номер 6 около 30 осужденных ежедневно посещают церковь, где совершают утреннее и вечернее молитвенное правило, а также читают акафисты. О духовной жизни за колючей проволокой сюжет епархиальной телестудии «Свет миру». Члены Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказания посетили исправительную колонию строгого режима номер 6. Ответственный по пасторской работе в исправительных учреждениях протерея Олег Парахин выслушал проблемы осужденных, дежуривших в храме колонии, освященном в честь Смоленской иконы Божьей Матери. Конечно же, особенно в местах лишения свободы, где во многом и жестокость, во многом и своеобразные отношения между людьми. Здесь, как нигде, конечно же, надо стремиться и нести Слово Божие, и показать пример, наставить, поддержать, вразумить, дать силы в какой-то степени. Человеку действительно помочь, помочь внутренне раскрыться. Около 30 осужденных ежедневно посещают храм, где совершают утреннее и вечернее молитвенное правило, а также читают акафисты. На богослужение собираются около 100 человек. Внутреннее убранство церкви сделано руками осужденных. Они сами вырезали каркас иконостаса, расписывали стены. Тело жажды требует. Так вот, наверное, и душа без службы, она как бы ссыхается. Все ссыхает и высыхает. Человек черствует. Особо пришел, вроде, немножко расправляясь и духовно, и физически. Ну, радость, просто радость. Она лечит. Вот, честно, это лечебница же духовная. Поэтому я и хожу на службу. Да не только еду. У нас много, больше ста человек. Николай Вайдолович помогает священнику в алтаре. Вместо расшитого яркими нитями стихаря на нем серая форма осужденного. Бог дал ему новые силы и надежду. Перерождение духовное. Вот, честно вам скажу, не только в себе это наблюдает. Но и в тех людях, которые сюда приходят почаще, часто приходят. Во-первых, злобо уходит. Какое-то уважение друг к другу появляется. Он духовное перерождение. Если когда понимаешь, что нравственность в душе возрастает, то здесь негатив он уходит. Поэтому храм, он не только в тюрьме, а в тюрьме вдвойне. Он должен присутствовать в людях, в нас, прежде всего. Храм здесь и здесь. Если нравственность будет расти, то, я думаю, все будет, слава Богу, все будет хорошо. Значение очень большое. Исправление без него никак не возможно. Тюрьма сама не исправляет. Только вот вера. После знакомства с условиями пребывания осужденных состоялось заседание общественного совета по итогам работы за 2012 год, на котором впервые присутствовали гости из Москвы. Церкви за последние годы удалось добиться больше доверия со стороны уголовно-исправительной системы. Система желает, чтобы священнослужитель здесь проводил богослужение как можно чаще. И это, я считаю, плюс. Когда-то это было вообще невозможно. Сегодняшний день к нам и священноначалия нашей, и синодальный отдел, который по тюрьме сложены, образован, то же самое. Он ставит новые и новые требования. Поэтому что удалось сделать? Далось ближе стать. По мнению членов совета, задача сотрудников колонии и священников, окормляющих места заключения, помочь осужденным вернуться в общество полноценными людьми. Анастасия Хохлова, Евгения Хридина, телестудия «Свет мира» Липецкой Елецкой епархии для телеканала «Союз».